Это здание второй поликлиника медико-санитарной части, построенной еще в 1962-м. В 2022-м корпус А открыл свои двери после капитального ремонта. Сегодня здесь работает дневной стационар, а также ведут прием узкие специалисты и терапевт. Замена инженерных сетей, входных и оконных групп, а после ремонт косметический. Оснащение корпуса новой мебелью и оборудованием. В 2021-2022 годах на модернизацию корпуса А потрачено 40 миллионов рублей в деле нацпроект здравоохранения. У нас стоит на первом этаже новый флюорограф, то есть мы его запускаем в работу. Новый маммокров уже закуплен, только у нас на первом этаже там еще технические работы проводятся. И новый рентгенаппарат. Второй этаж здания – дневной стационар. Работает с 1991-го. Сегодня здесь 12 неврологических и 58 терапевтических коек. Постковидный период больных очень много. Со стыниями, с комплексом всех заболеваний, с обострениями хронических. Но я думаю, что мы сможем оказать им помощь. Потому что здесь у меня работает терапевт-пульмонолог, терапевт-кардиолог, невролог, терапевт-гастроэнтеролог. То есть у нас смежные. И мы хотим оказывать комплексное лечение. Валентина Чебатаева, инвалид третьей группы, ежегодно на протяжении 10 лет проходит необходимое стационарное лечение. Преобразование лечебного учреждения оценила высоко. Произошло большое изменение. Светло, мебель вся поменена. Вообще вид дневному стационару прям очень хороший придали. Приятно. Ну и специалисты здесь. Девочки очень хорошие, младшего персонала, сестры. Они уже по многу лет, вот сколько я хожу, и они вот здесь вот работают. Все очень добродушные, добрые, такие отзывчивые. Благодаря нацпроекту здравоохранения стало возможным и открытие центра амбулаторной онкопомощи, где можно пройти первичный прием, получить необходимую химию, иммуно- или гормонотерапию, выписать льготные препараты и оформить инвалидность. Сегодня центр временно базируется на Ефремова, но специалисты уже готовятся к переезду. Мы планируем свой переезд на Лихачево-12, там будет максимально удобно нашим пациентам, а также расширение территории, так как за январь и февраль на данный момент уже пролечено порядка 100 пациентов, на март по сегодняшнее число пролечено 70 пациентов. В 2022 году планируется продолжить ремонтные работы в корпусе Б, второй поликлиники МСЧ. Как и в корпусе А, здесь для создания максимально комфортных условий пребывания пациентов ремонт пройдет по стандартам бережливой поликлиники. Екатерина Терещенкова, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.